Снова мы вас здесь приветствуем в секторе истории и политической философии. В этот раз с двумя моими коллегами для того, чтобы обсудить одну конкретную работу. Меня зовут Александр Мишорин. Справа от вас сидит, но это никто никогда не узнает, правда это или нет, Лошкин Евгений Александрович. И Летников Денис Эдуардович. Что мы сегодня обсуждаем, Денис Эдуардович? Да, сегодня мы говорим про работу Квентин Скиннера, которая называется «Свобода долиберализма». И, наверное, нужно сказать несколько слов о фигуре автора. Квентин Скиннер, наверное, можно назвать историком и политическим философом, историком идей. Представитель Кембриджской школы, так называемой. Второй классик Кембриджской школы, наряду с Джоном Пококом. И можно, наверное, назвать еще младшего представителя этой школы, это Филиппа Петита. Ну и есть там еще Джон Данн, еще ряд других авторов. Но, наверное, Скиннер может быть самый известный. Представитель этой школы. В 2018 году, кстати, в России вышла книга. Называется «Кембриджская школа. Теория и практика интеллектуальной истории». Под редакцией Тимура Отнашева и Михаила Мвелижева. Вот всем, кто хочет посмотреть, что у Кембриджской школы подробнее, мы можем к этой книжке отослать. Она действительно хорошая. И, собственно, вот эта работа «Свобода до либерализма», она хорошо вписывается в методологию Кембриджской школы. Наверное, есть смысл сказать пару слов о том, что это такое. Да, несомненно. То есть, коротко говоря, Кембриджская школа – это попытка отойти от понимания политической философии, как изучение таких канонических текстов, которые дают ответ нам на какие-то вечные вопросы. Типа вопрос свободы, справедливости. Ну, как бы у нас есть, допустим, Джон Локк, и мы можем, обратившись к Джону Локку, что-то там понять даже про нынешнюю Россию, например, покритиковать. Это такой канонический подход к политической философии, что есть какие-то вечные тексты, которые задают вечные вопросы. И мы можем находиться в диалоге с авторами этих текстов из нашей нынешней точки, разговаривая с ними. Если вы не против, я бы хотел поправить, потому что я читал, помимо нашей с вами работы, собственно, программный текст Квентина Скиннера, который называется «Смысл и понимание в издоре идей». Это текст 1969 года, с которого, собственно, и по большому счету начинается метод кембриджской школы. Скиннер выступает против не только тех, кто верит, что в текстах есть вечные истины. Он выступает против и контекстуалистов. В начале статьи он прямо четко показывает, что есть люди, которые верят, что исторический социальный контекст определяет ценность работы, а есть люди, которые считают, что сама работа содержит в себе некую ценность. И, по мнению Скиннера, из-за вот этих двух позиций создаются три базовые мифологии. Первая мифология – это мифология учений, то есть идея о том, что существуют какие-то цельные или завершенные учения у каких-то мыслителей, и более того, эти учения еще и продолжаются между мыслителями. Вторая мифология – это мифология целостности, которая предполагает, что отдельный мыслитель создает целостную систему мышления, и что мы эту систему можем осознать. И третья мифология – это мифология узости, которая, наоборот, пытается отрицать связи между мыслителями. Ну, например, Лок никогда в жизни и ни в одном своем труде не упоминает Коббса. И мифология узости говорит о том, что, соответственно, никакой связи между ними. Тогда и следить не нужно. Вот Скиннер в этой программной работе выступает против обоих этих подходов, но он не кардинально их отрицает. Он не говорит, что не существует вечных вопросов. Он говорит, что не существует вечных ответов, а вечные вопросы вполне могут существовать. В этом смысле он пытается объединить эти два подхода. И вместе с тем мы что-то можем обнаружить в тексте только внутри конкретного контекста. Причем даже не исторического или социального контекста, а в первую очередь лингвистического контекста. Скинер пытается уверить нас, что единственный правильный способ понять текст – это в первую очередь понять намерение автора. Не что автор сказал, а что автор хотел сказать тем, что он сказал. И для этого нужен, на его взгляд, большой лингвистический анализ. Именно поэтому Кембриджская школа так сильно упирается в социальную среду, в игру с понятиями, в попытке исследовать, например, письма различных мыслителей, для того, чтобы понять, как именно употреблялись понятия и какие моральные или философские смыслы за понятиями вскрывались в отдельных ситуациях, в которых эти понятия упоминаются. Вот, наверное, так. Да, ну удивительно, что вы отрицаете контекстуальность, потому что, мне кажется, первое, о чем говорят, когда всплывает Кембриджская школа, это как раз внимание к контексту. К политическому языку эпохи, к дискурсу, к контексту, который шире текста, да, вот к этому, в этом смысле. К социальному контексту, да. Не столько к историческому, сколько даже, я бы сказал, к социально-лингвистическому контексту. Да, то есть, мы изучаем не автора самого по себе, который нам некие истины вещают из глубины веков, а мы пытаемся понять, в каком контексте этот автор находился, да, вот как бы, что он делал, когда он писал свой текст, да, вот этот вот известный вопрос с Киннера. То есть, мы хотим понять, что двигало тем или иным автором, когда он создавал то или другое произведение, да, и очень часто поэтому нам важно, там, смотреть на фигуры, там, какого-то второго, третьего ряда, да, что-то мы увидим сейчас, когда будем обсуждать свободу долиберализма. То есть, это не текст, взятый сам по себе в какой-то изолированной форме, да, а это текст, вписанный в определенную эпоху, написанный в полемике, может быть, с кем-то, да, под влиянием кого-то. Вот это, собственно, ключевое отличие методологии Кембриджской школы. Да, и тут же возникает базовая проблема, которую Скиннер не может избежать и которую он неизбежно обсуждает. Если у древних нет вечных ответов, если изучение Платона никак не может помочь России в решении ее проблем, зачем вообще это нужно делать? Вот есть у вас идеи, что, что Скиннер отвечает на это ведь тяжелейший вопрос? И потому что иначе он просто получается таким удовлетворителем собственного любопытства. Вот ему было интересно понять, что на самом деле, с какой интенцией Маккиавелли пишет государь. Но это не имеет никакого значения ни для чего. И история, которую Скиннер создает, превращается в банальную игрушку. Вы нашли в тексте «Свобода до либерализма» ответ на вопрос, зачем это нужно? Зачем он это татирует? Ну, у него в конце, в самом конце есть переход в практическую плоскость, когда он говорит, что вот это другое понимание свободы, о котором мы забыли, оно может что-то дать нам сегодняшнее. Это все-таки не просто исследование, да? Это исследование, которое имеет какое-то гражданское измерение. Обращение к этим текстам все-таки что-то говорит про нас сегодняшний, да? Позволяет нам лучше про себя понять. Я вот не это прочел. Ну, очевидный ответ, мне кажется, заключается в том, что мы должны представить себе возможность помыслить свободу вне контекста либерализма. То есть деконструировать ее до тех оснований и отместить те основания, которые предлагает нам либерализм. То есть это интеллектуальная игра, нацелена на то, чтобы лишить либерализма той монополии, которую он занимает. Ну, это в этом конкретном случае, да. А в общем, да, метод Скиннера предназначен ровно для одной цели, которую Скиннер не скрывает ни в работе 97-го года, ни в этой речи про свободу до либерализма, ни, собственно, в программной статье. Он хочет, чтобы мы начали думать за себя сами. И в этом смысле, чтобы начать думать за себя самим, нам надо освободиться от предрассудков того времени, в котором мы находимся. И он считает, что лучший способ освободиться от этих предрассудков, ну, например, думать о том, что единственная свобода – это свобода, как его представляет либерализм. Что свобода напрямую связана с правами человека. Так вот, чтобы освободиться от этих предрассудков, нам надо обнаружить, и мы можем это сделать благодаря, собственно, скиннеровской истории, благодаря истории другие концепты той же самой свободы. И увидеть, что эти концепты не просто другие и никак не связаны, например, с либерализмом, но также увидеть, что они очень легко появляются и очень легко исчезают. И в этом смысле то, что нам кажется вечным из-за той ситуации, в которой мы сами по себе родились, на самом деле таковым не является. И вот эта задача, задача открыть нам глаза на наши собственные предрассудки и освободить нас через это открытие – это и есть главная, на мой взгляд, задача метода Скиннера. То есть нам совершенно, и Скиннеру тоже, совершенно не важно, что он говорит о Макиавелле или что он говорит о свободе до либерализма, о неоримской концепции свободы. Эта концепция никогда уже не вернется. Ее применять бессмысленно, ее проблемы неразрешимы. Но она дает нам ощущение того, что у нас есть теоретический выбор. И в то же самое время показывать, что мы можем этот выбор сделать внезапно. Вот это кажется мне очень интересным, таким мощным посылом Скиннера, но этот мощный посыл наталкивается на другую проблему. Давайте я поделюсь с вами небольшой историей про Маурицио Вироли, тоже представителя школы кембриджской. На одном из семинаров Вироли честно отстаивал идею о том, что Скинер – релятивист. Так оно и есть. Если истины, о которых глаголят Платон или Макиавелли, могут быть истинными и значимыми только в их собственное время, и больше не могут быть значимы в наше время, то Скинер, конечно, историст и релятивист. Но это очень странный релятивист, согласитесь, который обещает нам освобождение через собственный метод. Ведь я только что вам сказал, что метод Скиннера нужен для того, чтобы мы перестали находиться в предрассудках своего времени, чтобы мы освободились от предрассудков своего времени. Что это за историст и релятивист, который уверен, что можно освободиться от истории? Что мы можем победить навязанные нам исторической ситуацией предрассудки? И вот Веролей, когда пытался защитить позицию того, что Скинер – простой релятивист и простой историст, обронил очень интересную фразу. Он сказал, что Скинер – иконоборец. И это значит, на мой взгляд, что если бы карьера Скинера, как представители Кэмбриджской школы, не получила свое начало в 60-е, когда Америку захватило штурсианство и мысль о том, что древние тексты обладают сокрытым знанием сами по себе. А если бы карьера его пришлась на расцвет метода Скинера, тогда бы что Скинер говорит? Если он истинный иконоборец, он бы говорил, что метод Скинера закрывает нам глаза и что мы должны вернуться к текстам, как обладающим собственным смыслом. Не потому, что в текстах имеется смысл, а потому, что это позволило бы нам преодолеть тот предрассудок, в котором мы ультимативно оказались. Я бы очень хотел услышать ваше мнение, выглядит ли этот абсолютный релятивизм в ваших головах так же, как он выглядит в моей. Или вот появись он сейчас, он бы сказал, вот Скинер какой молодец и надо продолжать действовать по методу Скинера. Никто не уверен, что это абсолютный релятивизм, в том смысле, что Скинер, мне кажется, вполне симпатизирует вот этой вот нео-римской свободе и полагает, что она сегодня может быть продуктивно использована. В тексте он примыл текстом говорить, что это сделать нельзя. Я найду... Благочисленные, да, критические. Нет, даже не критические. Он прямо говорит, что я не вынимаю из могильного склепа эту концепцию свободы, чтобы показать, что мы ее можем применить. Ее применить невозможно. Проблемы, которые в ней заложены, они неразрешимы. Она поэтому и умерла. То есть это, получается, уже следующее поколение, а Петят и прочие, да, пытались как-то ее реабилитировать. Да, наследники, да, да, да. Вот идея о том, что Кембридская школа – это республиканцы, да, вполне может быть. В чем же, на ваш взгляд, тогда заключается причина того, что Скинер обращается именно к этой традиции республиканизма, если он заранен? Это просто пример. Вы же видите, что на самом деле Скиннера не интересует эта конкретная традиция республиканизма. Он просто хочет показать нам очень важную штуку. Он хочет продолжить бить иконоборцем. Что за икона? Идея о том, что либеральная свобода – это права человека. Посмотрите, давайте посмотрим на ту свободу, в которой про права человека не говорил вообще никто. Его пример – Макиавелли. Макиавелли вообще не говорит ни про какие права. При том, что формально он является певцом республиканской свободы. Это строго инструментальный заход. Метод Скиннера – это не абсолют, каким он стал для его наследников. Метод Скиннера – это просто инструмент. И в этом смысле обвинение против Скиннера как раз и заключается в том, что говоря о том, что мы должны начать думать сами за себя, он не демонстрирует нам примера того, как можно думать сами за себя. Он так и остается историком идей, историком политической философии. Ну, может быть, подумаем, а что тогда нам его текст дает, собственно, для нас, как для исследователей. Что вообще содержится в этом тексте, потому что, по сути, то, что вы сейчас сделали, это не обращаясь к самому тексту, резюмировали его значения. Ну, я просто, я же отталкивался от манифеста. Совершенно невозможно понять, о чем вообще писал автор. Да, тут действительно. Поэтому, наверное, можно перейти к самой свободе, если у вас нет еще замечаний. Я просто хотел, может, поначать с того, чем мне этот текст показался интересным, прежде всего. Мне кажется, что вот он как раз интересен своей проблематизацией, тезис о том, что в основании современной западной цивилизации лежит только либерализм. То есть, это, мне кажется, одна из ключевых идей в концепции Скиннера, что у нас есть такая привычная схема, что там была теория общественного договора, он был лог, потом на этом возникла американская революция, да, и так далее. То есть, вот исток современной западной цивилизации, ну, по крайней мере, политических оснований каких-то, он выводится из либерализма, прежде всего. А здесь акцент на другом истоке, на этом римском влиянии. И мне кажется, что говорить об этом не менее важно. Для тех же отцов-основателей вот эта римская традиция, она была ведь чрезвычайно важной. Да, можно вспомнить псевдоним Публий, который выбирают авторы-федералисты, да, можно вспомнить, ну, на Капитуолии, можно вспомнить какие-то там латинские, этот латинский девиз на долларе, да, и много чего еще. И, собственно говоря, вот Скинер, он же показывает в этой работе, что там Дигеста Юстиниана, Макеавелли, да, все это было той питательной почвой, на которую, собственно, вырастала и английская революция сначала, да, и американская революция. Вот, кстати говоря, я всегда полагал, что там для того же Джефферсона главным автором был Локк, а с точки зрения Скиннера, в общем, там какой-нибудь Харрингтон, да, или Мильтон, это были не менее важные авторы там для отцов-основателей. Ну, он же там пишет о том, что... У меня много цитат, где он показывает, что Джефферсон цитирует того же Харрингтона, как они там боготворят Макеавелли, да, помните, у него очень подробно здесь все это расписывается. То есть вы думаете, что Скиннер описывает неоримскую концепцию свободы как упущенный шанс? Ну, скорее, как просто альтернативный источник вот этой вот современной западной цивилизации, что когда мы говорим о том, почему Запад стал таким, каким он стал, мы должны смотреть не только на либерализм, как на исток его, да, а мы должны смотреть еще и на римскую традицию, на римское понимание свобода, к которому мы сейчас, да, перейдем. И это, мне кажется, как дает такое более комплексное представление вот об этом всем историческом процессе. Ну, он ведь говорит с самого начала, что он будет говорить о восхождении, о восходе и закате вот этого неоримской, неоримской концепции свободы. Но ведь она закатывается очень быстро. Я бы скорее поверил, что американские отцы-основатели верят в утилитаризм больше, чем в неоримскую свободу. Да, они копируют римские замашки, римские гимики, но они делают это строго из имперских амбиций, а не из амбиций в достижении какой-то свободы. Ну, не знаю, мне кажется, даже сама эта идея смешанной республики, она же очень мукивеллистская, которая была основателем. Да, вы можете сказать так, а можете смело сказать Лок. Лок, независимо от римлян, абсолютно выдвигает концепцию смешанного правления. Ну, Лок, скорее, идея разделения властей, он же не говорит, как Мукивелли, подробно об этой идее, что мы же там анархическое начало государства, аристократическое, демократическое. Ну, да, это же верно. Но это же тогда имитация, скорее, Рима, чем именно неоримская концепция свободы. То есть, где, в каком элементе той неоримской концепции свободы, которую описывает нам Скиннер, мы обнаруживаем у ранних отцов-основателей, или в США? Ну, вот, когда он, например, говорит, что задача властителей, с точки зрения неоримской концепции свободы, поддержив безопасность жизни, состояние свободы и собственности. Это цитата из Скиннера. Он говорит, что это появляется раньше двух трактатов Лока. Она появляется у Нитома, появляется у Харингтона, и дальше он говорит, что Джефферсон читал Харингтона, что он это фиксирует. Но при этом эта идея, она совершенно роднит республиканизм с либерализмом. То есть, ее нельзя выделять в отделяющую одно от другого. Как неоримскую, да? Как неоримскую. Но получается, что она была раньше, и она, по крайней мере, была... То есть, либеральная концепция была не единственная. Да, простите, но ведь автор не хочет нам сказать, что был либерализм до либерализма. Он как раз-таки хочет сказать, что было иное представление о самой по себе свободе. И здесь мы не можем опираться ни на частную собственность, ни на вот все эти моменты, присущие самому либерализму, чтобы апеллировать к неоримской традиции. Потому что это бы смешивало эти два понятия. И я думаю, что автор, в общем, довольно сознательно придерживался того метода, что он пытается показать на иную свободу, нежели была представлена в либерализме, но не кардинально иную. То есть, он не преследует цель сказать нам, что либерализм совершенно неправ, что есть какая-то кардинальная наиболее натива. Он идет небольшими шажочками. Он не выставляет привычную оппозицию, скажем, социализма либерализма. Он хочет показать отсутствие либеральной монополии на понятие свободы. Да. Он берет довольно узкие аспекты, связанные с либеральной теорией, и говорит, что вот эти аспекты, например, общественный договор, то есть, такие вещи, которые в неоримской концепции были представлены как недопустимы, как в случае с правом вета короля и так далее. Он обращается к конкретным аспектам, чтобы показать, что те вещи, которые в либерализме вполне-вполне уживаются с концепции свободы, с точки зрения неоримской теории, приводят к ее кардинальному крушению. В этом смысле, я бы обратил внимание на то, что Скиннер выставляет неоримскую теорию как категорическую теорию. В этой теории нет никакого консенсуса между свободой и несвободой, что вот, например, нам, как современникам, значит, победившим либерализмом, представляется не вполне адекватно, потому что мы всегда думаем о том, что есть какие-то степени достижения свободы, есть какие-то степени, значит, неиспадения в несвободу. Скиннер, история неорим, автором неоримской теории, говорит о том, что либо одно, либо другое. Да, это действительно так. И это же источник падения ново-римской теории. Но мы с вами отвлеклись. Давайте попытаемся описать саму концепцию ново-римской свободы. А то мы о ней говорим, говорим, говорим. А что это, собственно, вроде как еще не называли? Получается, что есть вот это вот известное разделение свобода на негативную и позитивную, предложенное из-за Берлина, в котором либерализм ассоциируется с свободой негативной. Свободой от. Если мы не испытываем внешнего принуждения, то мы свободны. Нево-римская концепция говорит о свободе как недоминировании. Даже, получается, потенциальная угроза от этого производного вмешательства делает нас несвободными. Вот это известный пример про раба, который живет во владении такого доброго, радушного хозяина, который его как-то сидели не напрягает, не заставляет что-то делать, но сам факт того, что вы являетесь рабом даже такого хорошего, доброго хозяина уже делает вас несвободными. Да, и в этом смысле нео-римская концепция свободы исходит из прямой связи между волей и действием. Вы несвободны, когда вы даже находитесь в юрисдикции другого, во власти другого. То есть, когда, да, когда ваша воля не определяет вашу деятельность. И эта концепция свободы, говорит нам Скиннер, возникает из прямой ассоциации между человеком и государством. Государство свободно тогда, когда ничто не сковывает его в осуществлении его собственной воли. И в этом смысле отождествление свободы государства и свободы человека неизбежно приводит нео-римскую теорию к соединению двух этих свобод. Иными словами, человек может быть свободен только тогда, когда он живет в свободном государстве. Но при этом быть свободным в свободном государстве он может только, если его воля и воля государства совпадают. Что приводит Скиннера и неоримских мыслителей к концепции общей воли и тому, как общая воля выражается. Я думаю, здесь стоит обратить внимание на то, что само по себе отождествление свободного государства и свободного общества или свободного человека уже представляется проблематичным. Потому что, во-первых, Скиннер, очевидно, таким образом, таким методом отождествляет политическое со свободой. То есть, свобода невозможна вне контекста политического. Если мы, следуя за Гобсом, следуя за Руссо, попытаемся деконструировать состояние человека до политического, то с точки зрения Скиннера человек в положении до политического должен быть не свободен. Не свободен, да. Свободы в естественном состоянии не существует. Да, это верно. Об этом-то он как раз и говорит. Это очень хорошее замечание по поводу того, что свобода оказывается только политической или что человеческое благо это автоматом политическое благо. При условии, конечно, что Скиннер разделяет неоримский посыл о невероятной высоте моральной ценности свободы. Что свобода это какая-то абсолютная ценность и что без свободы люди не могут жить нормально. Но он отвечает на ваш тезис. Он приводит цитату, где как раз таки об этом речь и идет. О чем? О том, что свобода есть абсолютная безусловная ценность, она дана от рождения. Но он приводит это в негативном ключе как представители либеральной концепции. Да, 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 да. Но речь-то идет о том, что вот абсолютная моральная ценность свободы абсолютно не обсуждается неоримскими авторами. Она принимается на веру. Ну, получается, что как вот для тела естественно как бы двигаться исходя из какой-то внутренней интенции, да, вот эта органицизмская метафора, которую Скиннер приводит, что если мы действуем по собственной воле, если тело действует по собственной воле, то оно является свободным. И как бы это же благо, когда мы сами действуем, то получается и государство тоже свободно тогда, когда они способны к самоуправлению. Да, но выясняется, что отдельный человек не может быть свободен вне государства. Нет такой ситуации, по которой мы могли бы взять как в либерализме изолированного индивида и сказать, смотрите, у него есть своя воля, поэтому он свободен. У Скиннера, как Евгений Александрович правильно и говорит, на мой взгляд, вне государства свободы нет. И в этом смысле метафора или сравнение свободы человека и свободы государства не предполагает их эквивалентность. Иными словами, на самом деле, хотя это сравнение существует, оно имеет обратный порядок. Эта свобода человека зависит от свободы государства, а не свобода государства от свободы человека. И в этом месте я хотел ввести еще одну плоскость в нашу дискуссию, а именно продолжая эту мысль, что между человеком или обществом или нацией и государством существует непосредственная связь, я бы хотел указать на то, что свобода или несвобода в отношении и человека, и государства существует в двух смыслах. Свобода внутренняя и свобода внешняя, и соответственно не свобода внутренняя и свобода внешняя в отношении человека. И то же самое свобода внутренняя и свобода внешняя в отношении государства, и не свобода внутренняя, и не свобода внешняя. Что я имею в виду? Да, это интересный вопрос. Нет, нет. Скиннер отвечает на этот вопрос. Что такое свобода государства внутренняя? Это свобода самоопределяться, да, то есть осуществлять собственную волю. Да, но разве здесь есть разница между внешним и внутренним? Здесь есть разница между внешним и внутренним, потому что здесь может быть оккупация. Ну тогда никакое осуществление воли ни внешней, ни внутренней не быть. Проблема в том, что в отношении человека может быть неспособность осуществлять ни внешнюю, ни внутреннюю свободу, а в отношении государства это может быть либо то, либо другое. Нет, вы должны пояснить. Государство может быть либо внутренне свободно, то есть в случае с неоримской теорией оно должно быть республиканским образом устроено. А вот о чем вы говорите. Все, наконец-то я понял. Если хотите, я могу попробовать. Ну давай цитат продолжить. Если нет, я сейчас соберу свою мысль в кулак. Евгений Александрович говорит, что Скиннер говорит нам, что может существовать ситуация, при котором свобода государства и свобода индивида не совпадают. Иными словами, государство свободно, а индивид нет в этом государстве. Ну такой ситуации как раз таки нет у Скиннера. Он четко нам говорит, что эти вещи, они абсолютно... С точки зрения неоримской теории речь идет о рабстве, но с той позиции, которую мы обсуждаем, с позиции Скиннера, позднейшие либералы как раз на это и упирают, что государство может продолжать быть свободно, что нет связи, вот как это формулирует Скиннер, нет связи между свободой государства и конкретной формой правления. И в этом смысле нет связи между свободой индивида и конкретной формой правления. Ну это да, это были либеральные эти концепции. С точки зрения Скиннера, конечно, свобода это только... С точки зрения неоримской теории, свобода это, конечно, только риск. Да, но претензии это утилитаристов и претензии, которую Скиннер перечисляет, это как раз вот эта нерешенная проблема. На самом деле, неоримляне, значит, последователи неоримской теории путают некоторые вещи. В частности, они путают свободу и безопасность. И в этом смысле государство, которое делает людей несвободными, все равно может обеспечить им безопасность. То есть вопрос обеспечения безопасности, обеспечения безопасности собственности, неприкосновенности личности, как говорит Скинер, это вопрос закона, а не формы правления. Но это, в принципе, не связанные вопросы, потому что раб может быть в полной безопасности. Более того, господин по-хорошему обязан обеспечить эту безопасность. Нет, раб не может. От внешнего. Почему? От внешнего. Так и от внутреннего. Если безопасность от своего господина. Да, конечно. Господин может обеспечить безопасность, но так об этом неоримляне и говорят, что нет, так не может быть. И здесь очень интересная деталь возникает, поскольку Скинер, как уже об этом говорил Денис Эдуардович, утверждает о том, что нашей свободе препятствует не только чья-то воля, которая над нами висит, но и сама возможность этой воли, которая может прийти и ограничить ее. Здесь возникает, как мне кажется, некоторый порочный круг, потому что сама по себе возможность никак не может быть устранима. То есть Скинер говорит нам, что вот условно говоря, есть ситуация, когда, соответственно, в монархической системе правления у короля существует право вето. Но король, предположим, не пользуется этой ситуацией. С точки зрения неореспубликанской концепции, это будет ситуация несвобода. И как мы уже с вами говорили, Скинер категоричен, соответственно, несвобода абсолютной. Да, да. Но давайте себе представим другую ситуацию, что у нас не монархическое государство. Можем ли мы говорить о том, что такого рода государство, республиканское государство, полностью обеспечило свою свободу от возможной угрозы собственного уничтожения? Благодаря чему мы можем утверждать, что республика может быть свободна от возможности всяких ограничений, всяких самоограничений? От возможности всяких самоограничений она свободна по одной простой причине. Ограничение, налагаемое на самого себя, является проявлением воли, то есть свободы. Совершенно верно, но это не означает, что свобода не может привести к несвободе. Нет, 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 смотрите, когда вы говорили о единоличном правлении, вы говорили о том, что сам тот факт, что закон определяется волей монарха, делает людей несвободными, даже если монарх никакой воли не проявляет. Да, потому что есть возможность. Да, в случае с республикой, это потенция, потенция республики, например, принять какой-то чудовищный закон, закон о мигрантах там какой-нибудь, или закон о двойном гражданстве, или закон об иностранных агентах. Это все равно является проявлением свободы, потому что в республике воля большинства является волей государства. Ну да, ваш пример, он не вполне корректен, потому что все эти аспекты, они никоим образом не ограничивают власть того представительного органа, который с точки зрения Скиннера, да, является проявлением воли народа. И здесь мы видим, что Скиннер очень интересным образом заземляет саму эту свободу в какой-то достаточно узкий политический класс, в институт в сущности. В один единственный вид режима. Никакие другие режимы, кроме республиканского, не обеспечивают свободу. И даже республиканский режим сам по себе не обеспечивает свободу, свободу обеспечивает репрезентация. И здесь встает проблема, о которой мы немножко не говорили, а именно проблема, как определяется эта самая общая воля. То есть, на каком основании мы сможем сказать, что воля индивида и воля государства должны совпасть, чтобы индивид был свободен? Ну, первое замечание, которое можно здесь обозначить, это то, что Скиннер отказывается от всякой метафизики. Он говорит, что нет никакой общей воли, как вот метафизического принципа, да, который... Руссоистского, да. Да, значит, дух народа не витает. Соответственно, здесь есть единственный вариант. Мы берем все в кучу, смешиваем и понимаем, что такое общая воля. Таким образом мы как бы формируем представительный орг. Ну, не совсем так. Нет, здесь, по-моему, два момента. Первое, это все-таки, если мы говорим о свободе, это должно быть правовое состояние, да, то есть не находиться в произвольной воле какого-то субъекта. То есть речь идет все-таки о состоянии, в котором наша жизнь регулируется право. И второе, эти правовые нормы должны быть выработаны с общего согласия граждан. То есть если законы, которые налагаются на нас, они приняты с нашим участием, что предполагается этим республиканским понятием свободы, тогда если мы ограничиваемся этим законам, если мы им подчиняемся, то мы остаемся свободными. Такое понимание свободы не в римской, то есть правовой порядок и законы, принятые в согласии всех. Мне кажется, что вы, говоря о законе и правовом режиме, пропускаете шаги. Первый шаг, который приходит нам на ум после того, как Скиннер говорит об объединении двух воль, это вопрос о том, а на каком основании они вообще могут быть объединены. И Скиннер говорит нам, что последовательные нау-римской теории приходят к одному выводу, но он не имеет других обоснований, кроме инструментальных. Они говорят, что свободная воля народа – это воля большинства. Не потому, что это действительно так, это не так, а потому, что только этот вывод может позволить нормально улавливать эту самую волю народа. Следующий шаг после этого – это вопрос, а как выявить волю большинства, и последовательные нау-римской теории сталкиваются с двумя проблемами. Или, вернее, с двумя решениями этой проблемы. Первое решение… Нет, не так, с проблемой одной. Как определить волю демократическим путем? И у них возникает два ответа – менее популярный и более популярный. Менее популярный говорит о федерализме, а более популярный говорит о репрезентации. И только после того, как мы принимаем шаг к репрезентации, возникают законы права. Мне вообще кажется, что слабое место как раз в республиканской теории, что она практически не говорит про институты, про институциональное устройство, и не предлагает какую-то институциональную альтернативу. Мне кажется, что республиканцы больше про другие ценности. Они говорят, что нам нужны ценности гражданской добродетели, нам нужно другое понимание свободы. Но они не предлагают какую-то институциональную альтернативу либеральной демократии. Вот с этим, мне кажется, в республиканизме гораздо хуже. По крайней мере, я не помню, чтобы кто-то из республиканцев, Петик или кто-то еще, предложил бы какой-то именно другой институциональный дизайн демократических институтов. Какой есть другой заход? Ведь в конце концов, когда говорят о республиканизме, имеют в виду довольно конкретный римский республиканизм и идею смешанного правления. Ну а сегодня-то что нам с этим делать? Ну именно поэтому сегодня идея республиканизма мертва. Я не знаю ни одного современного республиканца. В смысле того, кто придерживался бы республиканских каких-то взглядов. Именно потому, что республиканские взгляды, и Скиннер это показывает в тексте, они анти-демократичны. Республиканцы не демократы. Они демократию не принимают. Они четко понимают, что демократия – это опасность. Ну как, с другой стороны, у них есть вот эти вот разговоры, скажем, про какие-то формы жребия. Да, они вполне эти разговоры поддерживают с удовольствием. Что мы должны сделать так, чтобы все участвовали. Что свобода – это вот участие. Да, но жребий анти-демократичен. В античности это было с аноним демократии. Власть жребия – это не власть народа. Ну выбор – это же был ассоциировал с аристократией, с олигархией. А жребий – это вот как у… Даже, помню, то ли у Платона, то ли у Аристотеля было определение демократии как власти вот с помощью жребия, где общественные должности занимаются через жребий, потому что он уравнивает всех. Равенство – это же ключевая ценность демократическая. Вы можете занять любую должность. Не богатый, знаменитый какой-нибудь, а вы или… Я понимаю, но сказать, что равенство демократической ценности, у меня язык не повернется. Политическое равенство разве это не демократический фен? Вот политическое равенство, можно так сказать. Но в политическом равенстве речь идет о равенстве возможностей, а не о господстве народа. Так жребий создает это равенство. Вот, так это же две разные вещи. Есть большая разница между тем, что народ может самостоятельно кого-то поставить на место и тем, что это определяет слепой жребий. Как раз-таки жребий антидемократичен. Когда древние говорят о том, что жребий демократичен, они имеют в виду, что на должность, как вы верно замечаете, может попасть совершенно любой нищий. И нищих всегда больше, чем аристократов или олигархов. Но это в современном контексте, это строго антидемократическая мера. Не голосование большинства, а слепой случай определяет попадание на должность. Ну, это слепой случай обеспечивает равенство. Если мы сейчас будем с вами баллотироваться в мэры Москвы, понятно, что выиграет какой-нибудь богатый из них. Да-да-да, равенство, но это не демократическая мера. Ну как, политическое равенство, мы все имеем право участвовать. Но Александр Павлович, очевидно, имеет в виду, что эта мера никоим образом не связана с высказыванием воли общества. С народом, да. Это воля случая. То есть, эта мера демократична в том смысле, что она уравнивает в правах возможности. Возможности, да. Но она не демократична в смысле народу. Но она не позволяет выявить волю. Да, выявить народную волю. Власть слепого случая, а не народа. Но мне понравилось очень ваше замечание из Киммеровской о джентльмене. Почему-то неоримские, значит, последователи неоримской теории, считают, что республиканская свобода превосходит любые другие формы свободы, там, либеральную, именно потому, что республиканская свобода создает хорошего человека. Морального джентльмена. Добродетельного. Да. Но Скинер почему-то говорит, что это совершенно не так, и это какие-то совершенно пустые мечты. И одна из причин, по которой иноуримская теория полностью провалилась. Да. Вы не заметили объяснений? Потому что я вот не могу найти, по крайней мере, в тексте объяснение того, как связана, значит, свобода индивида с созданием хорошего гражданина. И почему хороший гражданин? Именно потому, что он свободный, оказывается, хорошим. Мне-то вот все время оказалось, что ситуация свободы ведет нас в совершенно обратную сторону. Он имеет в виду, что джентльмен возникает в республиканском правлении, потому что он несет ответственность и принимает участие в правительстве? Мне кажется, да, речь об этом, что мы берем на себя ответственность, мы живем общим благом, но не только нашими личными интересами, и это формирует те самые гражданские добродетели. То есть, что мы принимаем премордиальность политического над человеческим. У меня к вам вопрос, коллеги. Как вы думаете, в каком смысле понимает Скиннер общее благо, когда говорит о нем в контексте республиканизма? Что он имеет в виду под этим? Пустую означаемую. То есть, то, о чем мы договоримся большинством, то и будет общим благом. Разве есть какой-то предзаданный общий благ? Я тогда не соглашусь. Мне кажется, что под общим благом как раз понимается свобода. Но при этом очевидно, что эта свобода не для всех, потому что мы не можем сказать, что все общество... Во-первых, в античном контексте, конечно, мы не можем сказать, что все общество принимает участие в политическом процессе, поскольку очевидно, мы имеем дело с обществом сословным. И мы не можем распространить гражданские права, политические права на все общество. Когда Скиннер говорит о двух возражениях против науриумской теории, первое возражение заключается в том, что равное участие во власти невозможно, что это утопия. И в этом... Значит, мы не можем говорить ни о какой общей свободе. Мы даже об общей воле не можем говорить, строго-то говоря. И, конечно, поэтому мы не можем говорить о... Но с другой стороны, хотя мы не можем говорить об общей воле, мы можем говорить все-таки, что государство, в котором общая воля является волей государства, является свободным. Но мы знаем, как называется такое государство. Республика? Нет. Ну, подождите, подождите. Давайте еще раз тогда повторим ваш что-то. Значит, хотя мы не можем сказать, что парламентаризм, репрезентация на самом деле отражает общую волю, тем не менее мы можем точно сказать, что то государство, в котором общая воля совпадает с волей государства, является свободным. Ну, да. То есть, ну, он же там ссылается на Милтон, да, что свободными, даже вот мне цитата, нации являются свободными только те, которые управляются законами, созданными ими самими. То есть... Ну, это же либеральный заход, а не науримский. Милтон не науримленен. Нет, он как раз ссылается там на Милтона, как на человек, который вырастает вот на этом неуримском понимании свободы. Харрингон, Милтон, он же говорит, что Милтон это очень важный человек для вот этой, для 18 века, когда идут дискуссии между парламентом, королевым. Помните, вот он подробно эту всю полемику рассматривает. И он говорит, что как раз Милтон это защитник этой самой неуримской свободы. Вот. И вон там у него много цитат из Милтона. Допустим, да, вот Милтон соглашает, что если мы хотим считаться свободным народом, мы должны подчиняться только тем законам, которые выбираем сами. Я не знаю, кто это, но какой-то автор второго, третьего ряда добавляет, что когда мы говорим о нациях, обладающих свободой, мы имеем в виду те нации, которые были и будут управляемы законами, созданными ими самими. Ну, то есть, фактически повторяет то, что говорит Милтон. Ну, кстати, вот к вопросу о близости либерализма получается, что эти два понимания свободы не так, велико друг от друга отстоят. На самом деле, да, и Скиннер это признает, потому что чуть, по-моему, дальше, в самом конце Скиннер, честно говорит, что обе эти свободы – это все родные негативные свободы. Просто республиканское понятие свободы чуть более, неуримское понятие свободы чуть более деликатно и тонко настроено, чем либеральное. Но, по сути, это все еще свобода от. Довольно важен, мне кажется, теоретический вопрос, который мы никоим образом не упомянули, связан с тем, почему воля монарха не может быть никоим образом, не может никоим образом выражать эту общую волю, почему она не может преследовать общий интерес. Потому что он только себя выражает, только свою волю. Как это теоретически описывать? Не, ну, очень просто, потому что монарх – это человек. Руссо об этом говорит, что в монархиях воля одного человека становится общей волей. Ну, это, нет, это понятно с точки зрения, но вот с точки зрения неуримской теории. Ну, так про это и речь. А как мы определим совпадение воли монарха, как воли государства, с общей волей? Это будет произвольно воля одного человека, который кладется в основании принятия решения. Даже если это не так, мы просто не можем фактически определить, как воля монарха может быть общей волей. При всем при этом монарх остается свободным. Поскольку монарх – это есть тот человек, который, собственно, и правит. Да, 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 да. Ну, тогда речь не может идти о достижении общего блага. Если свободен только один, а все остальные рабы, то это не будет. При этом мы понимаем, что республиканизм никаким образом не предполагает всеобщую свободу. В случае с неуримлинами предполагают, но она недостижима. Она утопична. Потому что выражаясь современным языком, сегодня же дети тоже не голосуют. Да, у нас нет рабов, но дети все еще не принимают участие в политической жизни. То есть полная репрезентация и невозможная. Ну, с точки зрения Скиннера мы не можем сказать, что, допустим, Римская республика, с точки зрения неуреспубликанцев, была не свободна. Нет, не можем такого сказать. Нет. Она была свободна. Она была свободна, да. Но при этом в ней не были все свободны. Да, очевидно. Потому что речь идет о свободе для граждан, для участников государства. Конечно, да. Все не могут быть гражданами. Все не могут. Так и сегодня все не могут быть крымами. Никогда никто не мог. То есть разница в данном случае с монархией состоит в том, что просто в монархии один гражданин. Один-единственный, да. И тогда это не государство поопределение. Но и тогда вопрос для сторонников неоримской теории, собственно, к чему мы стремимся. Мы стремимся к всеобщему гражданству. Это заключает. В этом заключается ценность. Или в свободе для гражданина. Но тогда какое имеет значение, сколько у нас граждан? Здесь тогда одна разница в свободе для народа. В неореспубликанской теории. Да. Свобода для народа. Что такое народ? А вот здесь народ как раз и позволяет нам отделить большое количество граждан от небольшого и маленького. Условия свободы оказываются в политическом части. Нет, просто мне кажется, Евгений Александрович пытается подорвать нашу веру в свободу. Он говорит, а что если наша республика состоит не из 30 тысяч граждан и 60 тысяч рабов, а из 3 тысяч граждан. Почему предпочтительное аристократическое правление его нарисует? Да, 100 тысяч рабов. Это же все равно республика. Почему наша республика не может состоять из 4 человек и 100 тысяч рабов? Все равно, что республика. Тогда свободны будут только эти 4. Ну, с точки зрения науриумской теории ничего страшного в этом нет. Для этих 4, да. Но они римской теории, очевидно, не интересуются. Здесь интересует и здесь остается последнее, на что Скинмер упирает на присущую свободе метафизическую ценность. Если у свободы есть присущая ей неотъемлемая метафизическая ценность, и под свободой мы понимаем свободу человека, тогда совершенное республиканское общество – это в котором все принимают участие. И чем больше людей свободно, тем лучше. Лучше по определению, а не лучше контекстуально. Теперь это подрывает тот исходный тезис, который мы с вами обозначили, о том, что свободный человек – это человек, включенный в политический организм. Это не просто какой-то человек. Ну да. Вообще противоречие. Чем больше людей включены, тем лучше. У нас есть два тезиса. С одной стороны, свобода – абсолютная ценность. Человек без государства не свободен. Не свободен, да. Но в этом смысле все должны быть джентльменами, активными участниками политического сообщества. И чем мы расширяем круг участников, тем лучше. Потому что мы делаем людей хорошими, в смысле свободными. Вопрос только, а откуда мы знаем, что свободны? Свобода обладает этой присущей, неотъемлемой от нее метафизической ценностью. И Скинвер, насколько я… Ну, очевидно, это придет. Нет. И Скинвер, насколько я понимаю, на этот вопрос не отвечает вообще. Ну, просто да. И согласен с тем, что хорошо не быть в области другого человека. Нет, это плохой заход. И это, возможно, большая уязвимость и либерализма тоже. На каком основании неуремские мыслители утверждают, что свобода лучше, чем несвобода? Маккиавелли, я знаю, на каком основании утверждает. И Скинвер об этом говорит. Но обоснование Маккиавелли не делает непривыклюду о свободе. Маккиавелли говорит, что цель отдельного гражданина в республике – это достижение славы и величия. И когда ты свободен, ты можешь сделать это гораздо лучше, чем если ты рад. Это понятно. Но слава и величие легко достигают люди, которые избирают свободу. Ну, и кроме того, нужно постановить, почему это ценно. Да, да. У нас, получается, два хода. Свобода – цена, потому что ценно – человеческое величие. Почему ценно – человеческое величие? Вот это, да, большая, на мой взгляд, проблема. То, что мы считаем, что и либералы тоже, что свобода имеет некую внутреннюю ценность. У либералов свое обоснование, я так понимаю. Ну, кстати, я нашел эту цитату Мильтона, про которую я говорил, которую вы тоже косвенно упоминали. Звучит она следующим образом. Никто не может быть настолько глуп, чтобы отрицать, что все люди рождены свободными, будучи образом и подобием самого Бога. Ну, вот в том-то и дело, что у Нелу Римлянта христианство не может быть в основании. Да. Ну, и кроме того, что все люди рождаются свободными, тоже не может быть. Да, конечно. Потому что они не рождаются свободными. Они не могут физически и находясь в естественном состоянии, свободными без государства. Да, это не есть естественный факт. Ну, что, есть еще у кого что сказать, или мы можем перейти к последнему разделу? Мне кажется, надо переходить. Тогда давайте перейдем к последнему разделу, который называется «Свобода и историк», где Скиннер начинает честно говорить, а зачем вообще была вся эта история про Нелу Римскую свободу. Я начну с цитаты, которую я нашел, чтобы развеять какие-либо сомнения. На странице 118 английского издания Скиннер говорит, главная мысль размышления об этом примере, о примере Нелу Римской концепции свободы, не была привести к идее адаптации этой чуждой нам ценности из мира, который мы потеряли. Скиннер, говоря о республиканской Нелу Римской концепции свободы, не собирается возвращать ее к жизни. Это не его цель вообще. Его цель какая-то другая. И в этом смысле мы возвращаемся к началу нашей беседы. Его цель все та же. Он хочет освободить нас от предрассудков нашего времени. И поэтому он говорит, что хотя нет вечных истин, все истинное время, в то же самое время есть вечные вопросы. И для того, чтобы быть способными отвечать на эти вопросы, Скиннер считает, мы должны расширять наш кругозор. В этом смысле история, история идей оказывается освобождающей от оков времени. И она имеет прямую утилитарную ценность. А именно? Ну, она освобождает. Да. То есть, когда мы вдруг обнаруживаем, что либеральное понятие свободы не является единственным, и что вот это новое, в кавычках, для нас понятие свободы появилось и исчезло буквально за 10 минут, мы понимаем хрупкость самого того понятия свободы либерального, на котором мы находимся, которому мы подчинены. И понимая его хрупкость, мы понимаем возможность альтернативы, возможность перелома или сведения на нет, возможность критики этого понятия, в котором мы оказались. То есть, каким-то образом, это, наверное, такой самый забавный парадокс. Скиннер, как историст, призывает, как историст и релятивист, призывает нас победить историю. Переломить ее ход и перестать быть рабами той исторической ситуации, в которой мы находимся. Находимся совершенно случайно, между прочим. Ну да, мне кажется, это интересно. Рассуждение, вот как раз слово «альтернатива» очень хорошее. Мне тоже показалось, что для Скиннера ценность разговора о другом понимании свободы в попытке какую-то альтернативу либерализму обозначить. Но не конкретную, потому что вернуться обратно к неуримскости нельзя. Можно просто показать, что либерализм не обладает монополией. Да, да. В этом смысле можно всегда создать какое-то новое представление о свободе. И в этом смысле, мне кажется, то представление о республиканизме, которое мы с вами описали, как о вечном стремлении к свободе, оно абсолютно сочетается с самой концепцией Скиннера, потому что он очевидным образом не хочет нам сказать, что есть какая-то теория, которая будет совершенно удовлетворительна, говорить нам о том, каким образом может быть выстроено свободное общество, свободное государство. Как и настоящий. И сама по себе теория есть вечное движение, вечный процесс. И в этом смысле неуримская концепция тоже связана с его представлением и говорит нам о том, что республиканизм есть вечное движение к свободе. Хорошие. Получилось высказание. Да. Хотя мне все-таки показалось, что различие между либеральной и неуримской свободой, это все-таки оно такое нюансированное, трудноуловимое. То есть кто-то скажет, что вообще принципиальная разница нет. Ну видите, мне кажется, по крайней мере после нашего обсуждения у меня родилась такая мысль, что как раз таки Скинер и хочет показать на эти зазоры. То есть не важно, что говорит либерализм, не важно, что говорит республиканизм. Вот смотрите, где теория разрывается, значит, ищите другие моменты, где может порваться либеральная теория, где могут возникнуть какие-то новые точки соприкосновения с альтернативной концепцией свободы. С другой стороны, все-таки, несмотря на то, что это обе свободы негативные и несмотря на то, что они такие очень близко связанные, особенно в вопросах защиты жизни и собственности и всего прочего, тем не менее Скинер очень четко показывает, что они приводят к радикальным выводам о политическом режиме. Либералы верят, что закона достаточно для того, чтобы быть свободными. И в этом смысле совершенно не важно, кем закон был дан. Он мог быть дан царем, он мог быть дать олигархией, совершенно не важно. До тех пор, пока закон защищает наши права, источник закона не имеет значения. Да, и здесь мы вновь возвращаемся к эссенциализму. Свободой есть некоторое содержание. Ну, что нам говорит либеральная теория, да? Вот у вас появилось в какой-то момент нечто, не важно, как вы сказали, как оно появилось. Важно то, что появилось. А Скинер говорит, нет, процедура, посмотрите. Не у римлян не говорят. Да, свобода имеет конкретный источник. И в этом смысле, если вы получили закон не от самих себя, то вы остались несвободны. Ну, хотя все-таки, да, Лок, это же тоже важно. Кто принял закон? Лок же называет тиранией производной власти одного человека, когда он дает закон всем остальным. Здесь, да, но здесь возникает две проблемы. Во-первых, наверняка подразумевается не Лок, а Голбс, который смело говорит, что защита жизни и собственности может находиться в руках одного человека. А во-вторых, здесь возникает проблема. Один человек по Локу не может быть источником закона, потому что никто не может быть судьей в своем собственном деле. Но нео-римская теория, это говорит прямо обратное. Республика единственный, кто может быть судьей в своем собственном деле. Потому что только волей определяется свобода. Иными словами, когда вас судит тот, а другой, имеется в виду не суд, на который вы согласились, а имеется в виду, например, Нюрнбергский процесс. Когда вас победила другая республика, и она вас судит, это не свобода. И даже не важно, республика она или нет. И даже не важно, судит ли она вас по делу или нет. И это гигантское расхождение с Локом. Лок как раз говорит о том, что никто не может быть судьей в своем деле, а нау-римене говорят прямо обратное. То есть, несмотря на то, что нау-римская концепция свободы и либеральная похожи, их различные, достаточно большие для того, чтобы можно было говорить, что это, по крайней мере, в теории была большая альтернатива, что она когда-то захватывала умы, и что она и сейчас. Что ж, если нет у вас других мыслей, тогда мы на этом можем заканчивать наш первый выпуск. До свидания. До свидания.